Я поздравляю вас всех, мужчин и женщин, и детей с этим прекрасным праздником Идд-Ил-Атха. Та-каббар Аллаху минна ва-минкум. Поздравляйте друг друга. Чазаквам Аллахайра. Хвала Аллаху субханаху ата'аля, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах субханаху ата'аля поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейху ассалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. Вот те, которые уверовали. Бойте же Аллаха субханаху ата'аля должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. Вот те, которые уверовали. Восхваляйте Аллаха субханаху ата'аля словами Аллаху Аквар. Прославляйте Аллаха словами Аль-Хамду лилла. Прославляйте Всевышнего Аллаха словами Субханаллах. Ведь ему принадлежит хвала на небесах и на земле. Вот те, которые уверовали. Величайшая милость Аллаха субханаху ата'аля к своим рабам. То, что он вместе с предписанием, вместе с обязательствами одарил их множеством благ. И одним из величайших благ Аллаха субханаху ата'аля является праздник. Является праздник, в котором верующий проявляет свои чувства. Чувство своей радости. Чувство благодарности и чувство восхваления Всевышнего Аллаха. Вот те, которые уверовали. Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал. Аллах дал вам два праздника, которым заменил все предыдущие праздники. Это Айдл-Аль-Фитр и Айдл-Атха. Сегодня мы находимся с вами и празднуем этот благословенный праздник Айдл-Атха. Всевышний Аллах с этим праздником объединил и собрал в себе множество обрядов. И одним из важнейших обрядов этого праздника является курбан. Курбан, который символизирует преданность Аллаху, покорность Аллаху, благодарность Аллаху и щедрость. Щедрость, которая побуждает Аллах и побуждает посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Помните слова Аллаха, в котором он упоминает положение Ибрагима алейхи вассалям. Когда он увидел во сне, как он режет и приносит жертву своего единственного и родного сына на тот момент. И когда он спросил своего сына и сказал, о сынок, я вижу, как приношу в жертву тебя. Тогда он сказал, о отец, выполняй же повеление Аллаха и ты найдешь меня из терпеливых. Когда они достигли местности и когда они достигли того возраста, когда Исмаил уже понимает и осознает. Он положил его на бок и взялся приносить его в жертву. Всевышний Аллах субханаху ата'аля говорит, и мы заменили им, даровали им величайший курбан и величайшую жертву. Это жертвенное животное. Ибрагим алейхи вассалям прошел испытание Всевышнего Аллаха. И Аллах говорит, и это величайшее испытание. Вот те, которые уверовали. Вся наша жизнь, от нашего рождения до нашей смерти, окутана испытаниями Всевышнего Аллаха субханаху ата'аля. На проявление нашей правдивости с Аллахом. Аллах говорит, неужели люди считают, что они скажут, мы уверовали, и они не будут испытаны. Мы испытали тех, которые были до них, а те, которые уверовали. Аллах субханаху ата'аля, каждого из нас испытывает на правдивость с Аллахом субханаху ата'аля по-разному. Ибрагим алейхи вассалям, Аллах испытал сложнейшим испытанием. Возможно, никто бы из нас не прошел подобное испытание. Но в испытании зарождается, либо же проявляется правдивость человека с Аллахом субханаху ата'аля. Ведь с того момента, когда ты сказал, о Аллах, ты мой Господь, а я твой раб, ты сказал, о Аллах, испытай меня. О Аллах, я докажу тебе свою правдивость. О Аллах, я докажу тебе свою покорность. И все трудности жизни, которые постигают нас, трудности жизни, которые касаются лично нас, нашего здоровья, нашего самочувствия. Либо же испытания постигают наши семьи, наших детей, наших супруг, либо же наших матерей, либо отцов, либо же наших близких. В этом нет ничего иного, как испытания для верующего. Проявление человека на его правдивость. Испытание человека на его правдивость. Будет ли он покорен с Аллахом? Будет ли он покорен Аллаху? Будет ли он правдив с Аллахом? Либо же он скажет, о, если бы я бы не сделал это, то бы не произошло то-то и то-то. Либо же человек скажет, хвала Аллаху в любой ситуации. О, Аллах, я доволен тобой, как Господом. Твоим пророком, как посланником. Твоей религией, как исламом. И я доволен твоим предопределением. Вот те, которые уверовали. Праздник Идли-Атха. Праздник жертвоприношения. Праздник Курбана. Он символизирует собой прежде всего. Это покорность и правдивость с Аллахом, субханаху ва-та'аля. Искренность с Аллахом, субханаху ва-та'аля. Ведь Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, Когда вы завершите свои обряды. Когда вы завершите свои обряды, связанные с хаджем. Либо же не связанные с хаджем. С обрядами такими, как праздничная молитва, как курбан, как садака. Аллах, говорит, поминайте Аллаха, так как вы поминайте своих родителей. А то и более этого. И помните слова Аллаха. Аллах, говорит, Среди людей есть те, которые говорят, О Аллах, дай мне только в этом мире. Аллах, говорит, для него в будущей жизни нет ничего из-за дела. И среди людей есть те, которые говорят, О Аллах, дай нам благо в этом мире. И благо в будущем мире. И спаси нас от огня. О те, которые уверовали. Это истинное и правдивое проявление искренности с Аллахом, субханаху ва-та'аля. Когда человек говорит, О Аллах, я верю в Твой рай. Я верю в судный день. Я прошу Тебя благо того мира. И так как я живу в этом мире, дай мне благо и этого мира. И поэтому он не говорит, О Аллах, дай мне только благо этого мира. Подобно тому, как будто бы он не надеется на то, что он вернется к Аллаху завтра. О те, которые уверовали. Каждый завтра из нас вернется к Аллаху. И пусть спросит себя, с чем он вернется к Нему. Пусть он себя спросит, готов ли он сегодня встретить с Аллахом. Либо же он скажет, О Аллах, дай мне отсрочку. На день или на два. О те, которые уверовали. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в хадисе упомянул, что существует права Аллаха, который заключается в том, чтобы человек выполнял предписание Аллаха, субханаху ата'аля, не приобщал к Нему в сотоварища никого, сохранял важную миссию посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который заключается в единобожии. Единобожие – это не слова, которые человек говорит, «Ля Иллаха, илля Аллах» и всего лишь. Единобожие – это образ жизни. Когда человек любой свой поступок, даже то, что он одевает красивую одежду, когда он режет курбан, либо же он одаривает, дает садака, либо же он уповает, либо же он любит, он надеется, он делает это все ради Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Таухид – единобожие, либо же покорность Аллаху, субханаху ата'аля, выражается в устах, в сердце и на деянии, о тех, которые уверовали. Сохраняя права Всевышнего Аллаха, сохраняя единобожие, человек заслужит рай, который он обещал, который Аллах обещал для человека. Ведь посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ассалям, сказал, правами людей перед Аллахом, то есть Аллах, субханаху ата'аля, сам себя обязал этим права, вознаградить того, кто не приобщал к нему равных никого, на вознаградить его раем. Вот те, которые уверовали. Помните, что наряду с правами Аллаха, посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум ассалям, побуждал к тому, чтобы верующий соблюдал права верующих, соблюдал права рабов Всевышнего Аллаха, начиная от своих соседей, заканчивая дальними родственниками и в первую очередь близкими. Ведь Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Ва-каза раббука аля та'абуду илла-ия вабил валидейни ихсана» «И повелел ваш Господь, повелел вам твой Господь не поклоняться никому, кроме Него и к родителям относиться хорошо». Помните, что Аллах, субханаху ата'аля, дарил родителей самыми величайшими правами и обязал нас по отношению к родителями самыми величайшими обязательствами. Минимум, который порицается в их адрес, это сказать «уф», показать свое недовольство. Помните, что Аллах, субханаху ата'аля, и вы перед Аллахом взяли ответственность за своих детей, взяли ответственность за своих супруг, и также супруги взяли ответственность перед Аллахом за своих мужей, и взяли ответственность за своих детей. Посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, сказал, «Каждый из вас посту и отвечает за свою паству. Муж отвечает за свою семью, супруга отвечает за... а также за детей и за семью. Каждому Аллах, субханаху ата'аля, каждому Аллах даровал обязательства наряду с правами. И поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, часто говорил, «Будьте благодарными рабами Аллаха». Однажды придя в праздничный день к женщинам он сказал, «О, женщины, часто поминайте Аллаха и часто давайте садака, потому что большую часть обитателей ада я увидел среди женщин». Потому что часто они проявляют свою неблагодарность, они увидят сто благ и одно недобро, и скажут, «Я не видел от тебя ничего хорошего». Благодарность людям это благодарность Аллаху. Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Если супруга благодарна мужу, то она благодарна Аллаху. Если она благодарна своим родителям, она благодарна Аллаху. Также, если муж благодарен своим родителям, он благодарен Аллаху. Если он благодарен своей супруге за покорность, он благодарен Аллаху. О, те, которые уверовали. Человек должен быть выше всего, выше низменных ценностей этого мира он должен быть выше своего дурного характера он должен быть выше мнение людей он должен искать довольства аллах на Wassafalla пре выше всего во те которые уверовали вас валять аллах ахана вата или словами так вира вас валять аллаха словами так мидо и вас валять алах словами тасвиха. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаху и просите у него прощения, ведь он прощающий, милосердный. Вот те, которые уверовали, из сунны посланника Аллаха, салаллаху, является принести жертву курман в эти дни, дни ташрика. Их четыре, включая сегодняшний день. Человек, принося жертву Аллаху, субханаху, он выражает благодарность Аллаху за оказанную ему милость. Он приближается к Аллаху, субханаху, субханаху, посредством своего благого деяния. А также пусть помнит, что сунна посланника Аллаха, салаллаху, салам, в его курбане, чтобы он поделил его на три части. Одну часть он оставил себе и накормил свою семью. Одну часть он одарил бедных, и одну часть он подарил родственникам и раздал соседям. Вот те, которые уверовали. Радость, которую должен испытывать верующий в этот день и в эти дни, она должна проявляться на его лице. Эта радость не натянутая улыбка, а это радость души и радость, которую он одаривает верующих. Когда он режет хурбан и одаривает родственника, либо же бедного, то пусть он дает это так, как будто бы он отдает самое ценное. Отдает это самому ценному человеку и не заставляет чувствовать человека, что ему что-либо дали или ему оказали услугу. Вот те, которые уверовали, любое свое пожертвование, любое свое одарение, либо же угощение для верующих, делайте таким образом, как будто бы это самый лучший человек, который есть на земле. Когда вы одариваете, давайте так, чтобы человек не чувствовал себя нуждающимся. Когда вы одариваете, давайте настолько радостно, чтобы человеку было приятно поделить с тобой твою радость. И знаете, все, что делается ради Аллаха в этом мире, оно не утеряется у Аллаха. А все, что человек делает ради удовлетворения своей похоти, ради самоудовлетворения, либо ради похвалы людей, то обязательно это будет тщетным и не будет принято у Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот те, которые уверовали. Я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он наполнил наши сердца радости в этот прекрасный день. И также наполнил сердца радостью каждого мусульманина, который испытывает трудность и нужду сегодня. И не забывайте делать дуа за мусульман, которые находятся в трудностях и в испытаниях. Просите у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения этим прощающим, милосердным. Аллаху акбару Субтитры создавал DimaTorzok